Девушки отдыхают Также будет представлена сказка «Аленький цветочек». Театр Жастар приглашает своих друзей на новогодний утренник и сказку в постановке режиссера Кусанбаева «Акл Пачлага». До встречи в театре! В Национальном музее Республики Казахстан проходит персональная выставка одного из самых известных скульпторов современности «Цадока бен Давида. Другая сторона полуночи». Экспозиция состоит из трех инсталляций и скульптуры. На создание данных работ автору понадобилось три года кропотливого труда при участии десяти ассистентов. Его работы находятся в государственных и частных собраниях Европы, Восточной Азии, США, Израиля и Австрии. Теперь и у жителей столицы появилась уникальная возможность посмотреть работы мастера с мировым именем. Выставка продлится до начала марта. Шоу «Восточная сказка» ждет вас в театре «Жас Сахна». Вместе со сказочными героями ребятам предстоит путешествие по разным климатическим зонам планеты, во время которого они встретят необычных персонажей и новых друзей. Центральный государственный музей Республики Казахстан приглашает вас на выставку «Лидер, избранный народом». Выставка состоит из трех разделов. Первый раздел «Молодые годы Нурсултана Назарбаева». Второй раздел «Политическая деятельность Нурсултана Назарбаева». Значимое место в экспозиции занимают фотографии, отражающие деятельность президента по укреплению международных связей с зарубежными государствами. В экспозиции представлены фотографии, альбомы, книги, посвященные Нурсултану Назарбаеву. Третий раздел «Подарки президента», где представлены сувениры, преподнесенные главе государства во время зарубежных визитов и форумов. Выставка продлится до 1 февраля. Выставка уже проводилась в 2012 году, проходилась успешно. Те экспонаты, которые выставляли в 2012 году, они отличаются от экспонатов, которые мы выставили в этом году. Они интересны тем, что есть вещевые экспонаты, подаренные лично президенту, и в свое время канцелярия президента предоставила нам эту возможность, подарила музею вот эти вот экспонаты. Надо отметить, что сама выставка, идея выставки состоит в том, чтобы ознакомить подрастающее поколение с жизнедеятельностью президента и показать его с разных сторон. Я приглашаю посетить нашу выставку, потому что она является актуальной, и, наверное, каждый из нас, являясь патриотом нашей страны, он должен знать, прежде всего, все о своем лидере. Театр «Артишок» рад представить вам первый детский спектакль в своем репертуаре, начиная от бабушки и кончая слонами. Идея детского спектакля появилась у авторов благодаря книге Михаила Дымова «Дети пишут Богу», цитаты из которой использованы в постановке, а также сказкам Ганса Христиана Андерсена «Директор кукольного театра», «Ангел», либретто к балету Чайковского «Щелкунчик» и грустной немецкой сказки «Кукушка». На сцене Государственного академического русского театра драмы имени Лермонтова вы увидите спектакль-сказку «Теремок», после чего сможете продолжить веселый праздник в фойе театра возле новогодней елки вместе со сказочными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой. Театр кукол Зазеркалья приглашает своих юных зрителей на сказку, как хомячок Новый год встречал. Новый год – праздник чудес. Хомячок мечтает встретиться с настоящим Дедом Морозом и получить от него подарки из настоящего волшебного мешка. Очень важно жить в ожидании чудес и самим участвовать в их исполнении. Это поможет каждому сделать неожиданное открытие о том, что подарки приятнее дарить, чем получать. Сказка пройдет на сцене театра «Жас Сахна». Новогоднее театрализованное представление для детей и сказка «Три желания морозка» пройдет на сцене Восточно-казахстанского областного театра драмы имени Жамбыла. Новогоднее театрализованное представление для детей